Ноябрь 1918. Больше века назад в эти дни закончилась Первая мировая война. Война, которая для белорусского народа стала тяжелым испытанием. Оккупационный период, массовые реквизиции, мобилизация, принудительный труд – все это непосильным грузом легло на плечи нашего населения. А всего через три года Беларусь будет разделена на Западную и Восточную. Как это произошло и чем завершилось, об этом поговорим в студии днями. Наш гость – профессор, доктор исторических наук, первый проректор Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова Дмитрий Лавринович. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первая мировая война завершилась мирным договором. Но как он повлиял на судьбу белорусов? Первая мировая война открывает новую страницу в жизни не только белорусов, но и всего мира. Распалось три империи – Российская империя, Австро-Венгерская, Германская. Образовалось в Центральной Европе много новых государств. Все они существуют уже больше ста лет, но истоки их истории, современной истории, именно в событиях начала XX века. Истоки современной белорусской истории в событиях октября 1917 года. Прежде всего, современная Беларусь получила предпосылку для существования благодаря победе большевиков в октябре 1917 года. Советское правительство получило возможность динонсировать Брестский мирный договор, тем самым открыв возможность для восстановления советской власти на территории Беларуси и создания белорусской советской государственности, которая была прослушена 1 ноября 1919 года. А белорусское советское государство – это, по сути дела, предтеча современной республики Беларусь. 1921 год. Рижский мирный договор. Как получилось так, что Беларусь в разделении на две части? Рижский мирный договор – это итог очень сложных процессов политических, социально-экономических. Окончилась Первая мировая война, но еще раньше началась гражданская война, началась интервенция на территорию бывшей Российской империи, в Советскую Россию. Рижский мирный договор подвел итоги так называемой Советско-Польской войны. Обе стороны были уже источены длительными боевыми действиями, что собой представляла и Беларусь и Россия в 1920 году. Представьте, 6 лет военных действий. Сначала это театр военных действий Первой мировой войны, потом гражданская война. Была ли возможность продолжать войну? Можно ли было военным путем тогда добиться воссоединения всей территории Беларуси? Скорее всего, нет. Поэтому с точки зрения объективной истории у Советской России, у Советского правительства не было иных вариантов, кроме того, как заключить Террический мирный договор. История не знает сослагательных наклонений. Поэтому надо учитывать, конечно, можно давать оценки с позиции сегодняшнего дня, но надо учитывать и реалии дня того, что было 100 лет назад. Ну а что происходило тогда на польской территории? В 1930-х годах, насколько я знаю, уже в Западной Беларуси белорусских школ не было. И храмы стали католическими, православные. Одним из условий Рижского мирного договора как раз таки было то, что Польша, польское правительство гарантировало соблюдение прав национальных меньшинств, которыми во Второй Речи Посполитой были белорусы и украинцы. Но ситуация сложилась так, что условия этого договора не были выполнены. Если в начале 1920-х годов белорусы еще имели и свои школы, было представительство белорусов и высших законодательных органов Польши, тем не менее, к 1930-м годам политика польского правительства привела к тому, что все это было ликвидировано. Белорусы сопротивлялись. Известно мощное повстанческое движение как раз таки первой половины 1920-х годов. Известно деятельность Компартии Западной Беларуси, трудовой громады. Но также известно, что и ответом стали концлагеря с польской стороны. Концлагерь Березе-Картузской, репрессии рыбаков на озере Нароч, насаждение польского землевладения вдоль восточной границы Польши, досадничество. Политическая борьба велась за душу белоруса, потому что были закрыты и школы белорусские к концу 30-х годов. Наиболее известные представители культуры были вынуждены либо ехать, либо находились под надзором, кто-то в заключении. Поэтому, рассматривая чисто политически, конечно, мир военной Польши, белорусы были нацией второго сорта. У них не было перспектив. Ну, то есть, как вы говорили, чтобы попасть, ну, как сейчас говорят, в руководящий состав, нужно было... Надо было переходить на польский язык. На польский язык полностью, да? На польский язык, да. Ну, а если в общем говорить, как все-таки белорусы восприняли это разделение? Крайне негативно. Советская страна понимала, что это была вынужденная мера, мера, которая позволила окончить и тяжелую для нее войну с Польшей, окончить гражданскую войну, налаживать потом уже контакты и признание Советской России со стороны западных стран. Это разделение было воспринято негативно и со стороны политических оппонентов большевиков, и числа, скажем так, сторонников белорусской и социалистической громады Белорусской Народной Республики. Правда, часть этих вот политических деятелей пытались связать себя с межвоенной Польшей, но в итоге, скажем так, они находились на второстепенных ролях. То есть поляки ни в коем случае не мечтали и не хотели отдавать белорусам никакой автономии. Поэтому в целом, ну, это можно посмотреть и по литературе того периода, сам белорусский народ, вот его представители в лице и политической элиты, в лице интеллигенции, конечно, это разделение воспринимали крайне негативно. Воссоединение белорусского народа в 1939 году. Вот, ну, для некоторых, наверное, все-таки исполнились их чаяния, мечты и надежды. Как западные белорусы и восточные восприняли эту новость? Впервые в новейшей истории, после окончания Первой мировой войны, территория Белоруссии была воссоединена, она вышла в состав одного государства в ноябре 1939 года, в состав Белорусской Советской Республики. Вот, ну, и именно благодаря 1939 году мы, по сути дела, имеем примерно ту же территорию, которую имеем сейчас, в современной Республике Белоруссии. Как историк, что бы вы пожелали белорусам? Прежде всего, помнить, что в своем государстве можно достигнуть всего, чего вы пожелаете. Вот, оставшись без своего государства, ну, сложно сказать, какая будет судьба у народа. Вот, ну, а лично, конечно, прежде всего, здоровья. Здоровья и благополучия. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.